Всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Ребят, сегодня я хочу быстренько пробежаться по моей рассаде и показать вам, как она выглядит на 5 марта. И начать я этот ролик хочу с обзора высокорослой устомы, потому что именно по ней возникает больше всего у вас, ребят, вопросов. Напомню, что посев производила вместе с вами 18 декабря. Вместе с вами я ее распекировала. Конечно, частично не все сеянцы сразу попали в кадр, но на сегодняшний день полностью все уже рассажено по своим индивидуальным стаканчикам, сделаны проколы и часть сеянцев я прищипнула. И в связи с этим вы мне задаете очень много вопросов. Нужны ли эти проколы? Нужна ли прищипка? Можно ли без всего этого обойтись? А если это так жизненно необходимо для устомы, для ее именно выращивания полноценного, то в какие сроки лучше это делать? Вот об этом мы поговорим. Я всегда, друзья мои, говорила вам о том, что для выращивания устомы подойдет суперлегкий, воздухопроницаемый, просто невесомый, как перышко, грунт. Но даже торф-классман, ребята, это не предел мечтаний, потому что при добавлении разрыхлителя, различного еще какого-то ингредиента, который позволяет нам сделать его более воздушным, он все равно в некоторых моментах слеживается, комкуется. И поэтому эти проколы, они необходимы. Но вовремя нужно их сделать, то есть не дожидаться, пока у нас корневая разрастется вот во весь стакан. Чаще всего мы и делаем для того, чтобы обеспечить лучший доступ кислорода к корням. То есть пересадили при пикировке в больший объем, и дальше вот она не торопится наращивать эту корневую. Вот тогда эти проколы действительно необходимы и нужны, а не тогда, когда там будет уже полный стакан корней, чтобы, не дай бог, эти корни не травмировать. Теперь, что касается прищипки. Самый распространенный вопрос, а нафига она вообще нужна, если мы так долго ждем, чтобы растение у нас зацвело? У некоторых проходит там вплоть до года. И, конечно, получается, что мы собственными руками отодвигаем еще по срокам это наше долгожданное цветение. Но, ребят, прищипка прищипки рознь. И очень часто прищипку нужно сделать просто немножко пораньше. Не дожидаться, когда у растений появится 5-6 пар настоящих листочков, потому что тут реально может пройти 3-4 месяца. У всех же по-разному и устома развивается. Поэтому я вам советую не дожидаться, когда и устома у нас уйдет в длинную тощую палку. А сделайте ту самую прищипку, то есть зону роста прищипнуть. Руками вы это сделаете, ножницами. Это не принципиально. Я иногда делаю руками. Просто беру и верхушечку вот так прищипываю. Нам нужно дождаться, когда у нас будет 3 пары настоящих листочков. Но не нужно путать семидольные листочки, которые появляются одни из самых первых. Видите, они даже маленьких, видно, их не спутаешь. Это не настоящая пара, это как раз семидольки. А дальше пошла первая пара, вторая пара и третья пара. Вот взяла вот так верхушечку и прищипнула. И сейчас наглядно вам покажу, что из этого получилось. Смотрите, видите уже? То есть она начинает куститься изначально внизу, а не когда это будет уже длинный шланг. Поняли, да? Теперь хочу вам показать свою низкорослую устому. Впереди паровоза бежать не буду. Что касается прищипки, буду смотреть на свои растения. Вот пересажу и посмотрю, как она будет развиваться. Может она будет сразу изначально хорошо куститься, что в принципе свойственно именно низкорослым и устомам. Тогда прищипка будет не нужна. В общем-то поживем, увидим. Дальше хочу показать вам свои бегошки клубневые, которые вместе с вами пересаживали. Видите, отлично они адаптировались в новом объеме, растут себе. Что касается вегетативной питуньи, мы с вами вместе производили пересадку. Что-то уехало в стаканчик 100 миллилитров, что-то в 200. Потому что вид у некоторых был совсем. И скажем, корни не очень хорошие. Я допускаю, что где-то я могла действительно их травмировать при пикировке, потому что очень плохо оболочка, скажем так, отлетала от корней. Где-то может быть и зацепила. Но, тем не менее, я опрыскала. Вы меня спрашиваете, чем опрыскиваю, каким антистрессовиком. Могу использовать хлорелу. У меня оставался домоцвет, использовала его. То есть, да, они у меня внешне, конечно, по листочку тоже получили для того, чтобы прийти в себя. Но ничего, вроде как, растут. Я буду надеяться, что они хоть и капризные барышни, но мы с ними все-таки подружимся. Теперь, ребят, хочу вам показать свой перчик. Напомню, что перчик у меня для комнатного выращивания. Это Винни-Пух и конфетка. И вот у конфетки я вообще вычитала, что пикировка чуть ли не в фазе семидольных листочков. Думаю, ребят, да вы что, с ума что ли сошли? Если я так буду все свои растения в фазе семидольных пикировать, то у меня просто не останется места. Поэтому, конечно, была вот такая вот здесь приблизительно ситуация. Да, и все нормально прошло. То есть, ну, в общем-то, я надеюсь, что ничего здесь дальше страшного уже не произойдет. То есть, вот он стоит как солдатик. Тьфу-тьфу на тебя. Ну, и покажу сейчас вам свои томатики. Томатики частично тоже распекировала. Те, которые были в торфяных таблетках, там уже корни до неприличия вылезали через оболочку. Вот эти как раз у меня были в торфяных таблеточках. Ну, а вот эти я рассаживала уже из общего контейнера. Здесь у меня еще три штучки продолжают расти. Пока, наверное, я их тут и оставлю. Ну, и распекировала три своих бальзамичка. Один еще остался в торфяной таблеточке. Не смотрите, что у них так завиваются. Это не клещ, нет. Ну, вот так чаще всего ведут малыши. Сеянцы бальзаминов. У меня такая же история была из биотехники с бальзаминами. Ну, вот и новогвинейские тоже немножко так, немножко лист крутит. Но я надеюсь, что здесь никакой не вредитель поселился, потому что слишком уж они маленькие. Скорее всего, проблема тут в чем-то другом. Ну, я надеюсь, что все это выровняется, и будут листики ровненькие и гладенькие. Кстати, ребят, хочу вам показать, что бальзамин, который я черенковала по осени, и теперь он у меня превратился в маточник, тоже успешно перезимовал без всякой досветки. На подоконнике, конечно же, не цвел. Но я надеюсь, что сейчас с приходом светлых и солнечных денечков все пойдет у нас уже в гору. Ну, а на подоконнике у меня колосятся и зеленеют фуксии. Это маточники, которые я оставляла зимовать именно на окне. И все с ними хорошо потихонечку. Где-то я уже произвожу прищипку, потому что подвытянулись они, конечно, и хочется, чтобы они были более пышными к приходу весны. Ну, и, в общем-то, зимовка состоялась, можно уже сказать, успешно. Ну, а с этой стороны у меня стоят пеларгонии, которые зимовали на подоконнике, бегония с оленеем. Буквально не так давно ее переставила тоже, а так стояла под подсветкой. Ну, и мои плющелистные пеларгонии, которые я привезла осенью с дачи. Тоже успешно перезимовали, и все с ними хорошо. Ну, и в заключении ролика хочу показать вам контейнер со всходами своей петуни. Напомню, что она у меня зашла не вся. Очень много было вот таких пустых таблеток, где всходы так и не появились. Я решила, что нечего им тут занимать место. Подсажу-ка я, чтобы не скучно было, сюда герберку. Как раз вот в этот вот рядок, где у меня была пиндолина и трилоджи. Я поставила сюда еще свои бегошки. Помните, бегошка, которая мне потрепала нервы? Вот она. А бегошка второго посева вот она. То есть еще чуть-чуть, а она уже перегонит как раз старый посев. Ну, и вот еще одна малютка, тоже бегония второго посева. Также бальзамин четвертый новогвинейский. Ну, и вроде как, наверное, все. Все остальное, да, у меня петуния. Так что, друзья мои, вот такой сегодня обзор всех женщин. Я поздравляю с наступающим праздником 8 марта. Будьте любимы и счастливы. Спасибо, что сегодня были со мной. Всем пока-пока.